добрый день дорогие друзья с вами капля и сегодня я хотел бы начать достаточно большую тему о плодах духа святого или же не просто о плодах духа святого но в принципе о плодах эта тема будет включать и плоды духа святого и тот плод который мы должны приносить господу и сегодня я хотел бы начать с такого основополагающего утверждения как плод приносит абсолютно каждый человек мы с вами должны понимать очевидную вещь либо мы с вами являемся теми людьми которые приносят добрый плод либо мы являемся тем насаждением не божьим насаждением который приносит плод худой и очень важно увидеть по какую сторону до вот этого морального компаса компаса добро и зло мы с вами находимся если кто-то думает что я не делаю ничего злого я не особо как бы такой человек плохой я просто живу так как я хочу ну немного выпиваю немного занимаюсь там дурными делами но на самом деле человек хороший я хотел бы напомнить вам слова иисуса христа который сказал не может виноградник приносить смог вы и на смоковнице не вырастают яблоки и терновник или кусты да вот эти колючие они не приносят доброго плода каждое дерево приносит плод по своему роду если мы с вами являемся добрым насаждением если мы правильное дерево то мы не можем приносить плохие плоды но если плоды которые мы приносим они не очень хороши то нужно признать себе что мы не особо и хорошее дерево и мы нуждаемся в неких радикальных изменениях я не имею ввиду что мы должны быть теми людьми которые просто отбрасывают все прошлое нет я имею ввиду что бог он достаточно просто и легко может сделать из нас плодовитое дерево он может к нашему пеньку уже где-то высохшему и совершенно казалось бы ни к чёмному привить новое начало новую какую-то ветвь которая будет приносить плоды именно это происходит с нами когда мы принимаем иисуса христа бог прививает нас к дереву которая дает нам силы приносить плоды в ангелии от иоанна в 15 главе написано я есть виноградная лоза отец мой винограда а вы ветви и мы с вами привились на эту лозу и получив ее силу мы получили способность приносить плоды и не просто плоды друзья мы получили способность приносить добрые плоды и мне хотелось бы сегодня найти вот эту мысль дать вам чтобы вы поразмышляли на ней даже если вы и не думаете приносить плод даже если для вас это не является целью жизни вы все равно его приносите вы все равно что-то сеете вы все равно что-то производите каждое слово каждый поступок каждое действие будет иметь определенные последствия это и есть те плоды которые будут составлять качество нашей жизни поэтому тема о том что такое быть что такое плоды тема о том как приносить правильный плод мне кажется достаточно важной особенно сегодня что это будет такой вот 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 такой вот